Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу. Сегодня из Польши польский политолог Якуб Карейба. Здравствуйте, господин Карейба. Здравствуйте. Телефон на прямого эфира 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните, задавайте свой вопрос. Если вы слушаете нас за рубежом, код Латвии плюс 371. Напишите в WhatsApp 230 6191. Как в Польше обстоят дела с коронавирусом? Мы читали о том, что постепенно вроде как Польша выходит из карантина или нет? Постепенно выходим из карантина, хотя надо сказать, что меры были приняты беспрецедентно жесткие. Поэтому то, о чем мы говорим, это точно не нормальность. Это совершенно другая жизнь, чем до вируса. И скорее всего нам к этой новой жизни надо будет привыкать надолго. То есть, скажем так, выходить из дома уже можно, но в магазин далеко не каждый можно уже пойти. Люди обязаны носить маски, соблюдать дистанцию. И, в общем-то, в макромасштабе, в масштабе экономики всей страны до сих пор непонятно, что из этого всего выйдет. Так что живем мы все в состоянии, можно сказать, перманентной тревоги и определенности по поводу того, как мы все будем жить, до сих пор нет. Но, тем не менее, вы сейчас находитесь в автомобиле, как мы видим, и вы в пути. То есть, свободу передвижения никто пока не ограничивает, да, в Польше? Вот в моем автомобиле я могу делать все, что угодно, а вот когда выйду, а свободы уже... Например, хотите пойти куда-то там с семьей, с друзьями, то уже совершенно другое дело. Потому что полиция и все остальные службы смотрят на передвигающихся людей с большим подозрением. Нарываться лучше не стоит. То есть, никакие групповые, никакие скопления людей больше двух не разрешены до сих пор. Но вам нужно как-то подтвердить необходимость того, чтобы вы выехали? Или не нужно для полицейских, если они вас остановят? Пока никакой системы пропусков не введено, но есть рекомендация больше двух людей по улицам не ходить. То есть, там есть исключение, если вы идете там с пожилым родителем или с ребенком, то вас не будут задерживать. Ну, вот если, например, там два или три, три или два или больше молодых человек соберутся на улице, то к ним могут уже быть вопросы. Поэтому живем мы пока в таком режиме ожидания возвращения к нормальности, но когда оно наступит, никто не знает. Ну, а какие меры сегодня по поддержке населения принимает Польша? Объявлен ли вообще режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает помощь населению в кризисной ситуации? Режим чрезвычайной ситуации не объявлен по поводу того, что в таком случае государство обязано выплачивать компаниями, в том числе транснациональным, заграничным, компенсации. Поэтому с формальной точки зрения этот режим правительство вводить не хочет. Есть режим санитарной опасности, то есть медицина, медучреждения, медработники работают в режиме, можно сказать, в чрезвычайном режиме, но пока население это не касается. А что касается помощи, то будет выделяться помощь небольшим и средним бизнесам. К сожалению, помощь по такой, я бы сказал, очень сложной бюрократической процедуре, то есть не факт, что люди смогут ей воспользоваться. Насколько я понял стратегию правительства, оно хочет как можно скорее вернуться к обычной жизни и, в общем-то, обойтись минимальными прямыми выплатами из бюджета. Возможно, это просто на фоне того, что наши политики последних нескольких лет, наших политиков нельзя назвать яркими личностями. Человек действительно профессиональный, объективный, работоспособный, даже сверхработоспособный. Такой человек вызывает доверие, он способен объединить людей, показать путь в будущее. Но это, возможно, не масштаб личности, а просто на фоне остальных единственный человек, про которого можно сказать что-то позитивное. И в этом плане нам просто, возможно, повезло, что он никогда раньше политикой не занимался, он в министерство пришел просто работать, а не делать карьеру. Парадоксальным образом, возможно, в результате этой эпидемии, его, несомненно, профессионального поведения он эту карьеру сделает. Пока с президентскими выборами большая проблема, потому что правительство очень хочет их провести в мае. Оппозиция категорически против, говорит уже про госпереворот. Вот мы живем пока тоже в режиме ожидания, будет ли, значит, голосование по почте, или оно будет отменено. Пока все эти варианты находятся, проекты законов находятся в парламенте. И поскольку у нас верхняя палата в руках оппозиции, а нижняя в руках правительства, то, в общем-то, мы наблюдаем такую борьбу бульдогов. Ну вот много вопросов приходит к вам по Фейсбуку, некоторые вопросы жесткие, но будем зачитывать так, как они звучат. Алексей у вас спрашивает, когда Польша перестанет обвинять русских во всех грехах? Ну, тут нельзя говорить про всю Польшу. У Польши, у поляков по отношению к России есть разные точки зрения. Скажем, моя точка зрения отличается даже от той, которую высказывают мои коллеги на российском телевидении. То есть у каждого поляка своя точка зрения. У нас на государственном уровне нет никаких официальных претензий к России, кроме одной. Кроме возвращения останков самолета, разбившегося под Смоленском 10 лет назад. Я думаю, что в том числе по личным причинам, по причинам того, что президент, который разбился, был братом главного человека в стране и очень близким человеком к тем, кто сейчас правит страной. Если мы не решим этот вопрос, все остальные вопросы будут в таком холодильнике, будут в замороженном состоянии. То есть если мы не уберем это препятствие в виде возвращения останков самолета, до всех остальных вопросов мы не дойдем. А если вот удастся решить этот, на мой взгляд, не очень сложный вопрос, то тогда все остальное тоже вернется на конструктивную повестку дня. А Катынь? По Катынскому делу у нас, в общем, общее видение проблемы. Российские президенты, три российских президента высказали свое мнение, что это было преступление тоталитарного режима. В данном случае никаких претензий нет. Кладбища на территории Российской Федерации существуют, поддерживаются, в том числе, за счет российского бюджета. Поэтому в данном случае вопрос лежит в исторической плоскости, а не в политической. То есть можно сказать, что на политическом уровне этот вопрос между Польшей и Россией, между Москвой и Варшавой закрыт сегодня? Конечно, хотелось бы, чтобы Россия полностью рассекретила Катынское дело, потому что есть засекреченные тома. Российские службы не хотят открывать эти дела. Хотелось бы, конечно, полностью узнать всю правду из документов, но опять-таки вопрос тут технический, а не принципиальный. По принципиальному вопросу оценки этого преступления тут нет расхождения. Еще один вопрос от Алексея, который пришел по Фейсбуку. Я бы еще спросил, пишет он, кто освободил Освенцим и какая за это польская благодарность. Я прочитал вопрос так, как он звучит в Фейсбуке. Освенцим освободила Красная Армия. Факты мы знаем. Если кто-то эти факты подвергает переоценке, то делается это из-за сиюминутных политических или личных амбиций. То, что эти амбиции у определенных людей существуют, это нормально. Вот исторические темы всегда и видя во всех странах мира служат людям для того, чтобы делать политическую карьеру. Так просто устроена пропаганда. Люди любят такие темы. Популистские политики всегда будут пользоваться сложными эмоциональными реакциями для того, чтобы получать какие-то очки. Это было и будет во всех странах мира. У нас тоже есть политики, которые хотели бы на этом поиграть. Но официальная позиция государства, она абсолютно однозначна. И благодарность в историческом плане, конечно, есть. Но вот эта благодарность не отменяет всего остального, что потом Красная Армия и советский режим делали в Польше. Я говорю еще раз, не перестану говорить, если бы Красная Армия освободила Польшу в 44-45 году, а потом ушла, у нас до сих пор стояли бы памятники Сталину во всех городах. Но поскольку история была другой, то нужно ее рассказывать полностью. За освобождение спасибо, а за потом, за то, что было потом, за 45 лет оккупации, спасибо не будет. Еще вопрос, который пришел к нам по WhatsApp. Спросите пана Якуба, как он выдерживает вопли и оскорбления всех этих мракобесов. Я зачитал комментарий. Предполагаю, что речь идет о вашем участии на федеральных российских телеканалах. Ну, слушайте, спор и даже ссора – это нормально. Но мир был бы очень ужасным, если бы у всех было одинаковое мнение. То есть одинаковое мнение возможно у всех только в Северной Корее, то есть только в тоталитарных условиях. В условиях плюрализма, демократии, разница мнений и то, что эта разница выходит на поверхности и становится темой публичной дискуссии – это абсолютно нормально. К дискуссии нам надо привыкать. Вот вся наша жизнь пройдет в режиме дискуссий. И в этом ничего ненормального нет. То, что разные дискутанты есть и разные противники – это в какой-то мере интересно. Если человек боится вступать в споры, если человек боится оскорблений, то, в общем, не надо становиться публичным комментатором. Потому что если я высказываю свое мнение, должен быть готов к тому, что оно кому-то может не понравиться. Это нормально, это естественно. Поэтому это просто часть жизни, не надо принимать это слишком лично. По поводу формы дискуссии у нас на протяжении уже, наверное, двух вечеров наши радиослушатели вспоминают и говорят, высказывают свои мнения разные о фигуре Владимира Соловьева, телеведущего, на ток-шоу которого вы не раз были. Я не знаю, вы, возможно, продолжаете сейчас поддерживать контакты с ним. Как оцениваете вообще эту фигуру? Владимир Соловьев, несомненно, очень профессиональный ведущий, умелый пропагандист, в общем, умный и образованный человек. Хотя он профильного образования не имеет, он, по-моему, институт стали и сплавов заканчивал. Ну, в общем, в политике как-то и в политологии, наверное, начитался и разбирается, и разбирается хорошо. Я бы хотел быть таким же хорошим сталеваром, как Соловьев, политологом. А вот в том, что касается его стиля, ну, то есть, скажем так, соотношение между содержанием и формой его передач, и в том, что касается манеры дискуссии, ну, если он это делает, значит, так и надо, значит, это людям нравится. Ведь любая передача делается для того, чтобы ее смотрели. А психологически Владимир для меня прозрачный, и он читается очень легко. Его личные мнения, какие-то пристрасти, возможно, комплексы, они абсолютно очевидные. Некоторые люди умеют их скрывать, Владимир их не скрывает, и даже делает из них тоже часть этого своего шоу. На мой взгляд, это в какой-то степени интересно. Так что я очень много чего научился, как участник его передач, очень ему благодарен за этот опыт. Вот, ну, а то, что он про меня думает, вы знаете, ну, как-то, ну, наверное, нельзя пройти через жизнь так, чтобы все про вас думали хорошо. Еще у нас звонок, радиослушатель к нам подключается. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Янис меня зовут. Я уже прославил, вот скажу вам передачу. Вот сколько у вас там свободы на этой передаче, что вы можете говорить, сколько у вас там свободы, вот, ну, ваших высказывает. Вот мое мнение, мне кажется, там только можно говорить свободно Жириновский, так как, скорее всего... Да, мы вас не отключали. Янис, да, перезвоните, пожалуйста. Возможно, у нас перезагрузился телефон, перезвоните, пожалуйста, и продолжите свой вопрос, если он имеет какое-то продолжение. Ну, а в целом, наверное, понятно, что я имел в виду наш радиослушатель по поводу свободы на ток-шоу. Янис, я понял, я понял ваш вопрос. Ну, собственно, поэтому я уже давно к Соловьеву не хожу. И потому что пока я мог говорить все, что хочу, и так как хочу, я к нему ходил. А когда по каким-то причинам, и эти причины для меня совершенно понятные, ну, то есть если он, если Владимир ведет три часа телевизионного эфира каждый день, плюс радио, плюс комментарии в социальных сетях, плюс еще и сейчас YouTube, то я понимаю, что человек устает, что он приглашает к себе удобных для себя дискутантов. Что с таким человеком, как я, дискутировать сложно, что это утомительно. В какой-то момент он начал это публичным образом выражать, стал каким-то таким озлобленным и даже оскорбительным, поэтому я перестал туда ходить. Я не буду себя ограничивать, буду всегда говорить то, что думаю, и в такой манере, какой считаю нужной. Если это не нравится Владимиру Соловьеву, значит, не судьба принимать участие в его программе. Значит, если другие участники готовы это терпеть по каким-то своим причинам, пожалуйста, но репутация у каждого своя. Но, тем не менее, вас приглашают или сейчас это такое взаимное обнуление? То есть ни вы не хотите, ни вас не зовут? Как это сейчас происходит? К Соловьеву я не хожу уже год и не собираюсь. То есть звонят, приглашают или уже не делают этого продюсера? Уже нет. Уже нет. Я уже, ну, через какое-то время они вообще перестали звонить. Ну, то есть я сказал, что если это будет так, как там последние несколько эфиров, то у меня нет желания в этом участвовать. Тем более, что у меня есть много приглашений в другие программы, скажем так. Так, отсутствием внимания я не страдаю. Поэтому, если они не согласны на меня, такого, как я ест, то пусть ищут других людей. А еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер, паночек. Да. Значит, моя тетя, мамина сестра, была замужем за польским офицером. И вот меня мучил такой вопрос. В 1939 году пришли, значит, советы к нам в Западную Беларусь. Это там Мера, если вы знаете. И вот меня это вот поражало. Почему же он в Польшу не ушел, да? Советы пришли, его арестовали. Тетя моя была в партизанах. Ее в Дрисе гитлеровцы казнили, да, в гестапо. Осталась дочка в Павлодаре живет. И внуки там у них теперь это полно в Павлодаре. Но вот он как-то попал, потом где-то в Красный Крест присылал письмо. Ну, знаете, были такие времена. И вот Аножко, Дионизий, я имя там точно, может, не скажу правильно. Дионизия, Аножко, да? И вот я не могла понять, почему же он не ушел в Польшу, да? Оказывается, уже Польши не было, когда пришли советы. Польша уже сдалась. Почему же так сдалась быстро? И вот... Да, какой у вас вопрос? Пожалуйста. В этом время в Ольске-Польском, да? И я говорю, а как вот пришли советы, а вы что? А Хороший сказал по кустам, расходитесь по домам. Вот точно, как в этом фильме... Задавайте, пожалуйста, вопрос. Мы, к сожалению, не можем слушать очень долго. Высказывание слушать. Спасибо, спасибо. Да. Ну, это такая история, жизненная история нашей слушателей. Я понял суть, потому что история, истории такого рода, они повторяются в рассказах людей того поколения. То есть, польское государство людей в этот момент фактически бросило. То есть, в 30-е, во второй половине 30-х годов польское правительство ввело очень амбициозную и не по возможностям политику. А потом, когда нужно было, скажем так, брать на себя ответственность за эту политику и ее последствия, то правительство людям сказало вот расходиться по кустам. Я очень надеюсь, что такое было в политике моего государства в последний раз тогда, что больше мы такие ошибки повторять не будем, что будем считаться с реалиями той системы региональной, которая существует между, скажем так, Германией и Россией, в Центральной и Восточной Европе, и будем вести политику по средствам. Есть в Польше силы, которые считают, что ничего плохого не произошло, что это было нормально, что во всем виноваты враги и так далее. А я считаю, что каждое государство обязано в первую очередь защищать своих же граждан и вести такую политику, которая будет улучшать, а не ухудшать жизнь граждан. Потому что в конечном итоге может оказаться так, как сказала уважаемый слушатель, что государство то исчезнет и возвращаться будет некуда. Такое в истории нашего региона бывало уже не только у поляков, и оно может повториться. Такая возможность потенциально существует. Поэтому нам всем, и особенно тем, кто нами правит, нужно быть большими реалистами. Как в Польше относятся к историческим фигурам? Это и Лех Валенца, и войсок Ярузельский. Понятно, что они находились по разные стороны лагеря, но их часто вспоминают. И если вспоминают, то каким образом? Какое отношение к этим двум историческим фигурам? Парадоксально получается, что мы уже не уверены о том, что они находились по разные стороны исторического спора. Про Войтеха Ярузельского говорить как-то не очень удобно, плохие вещи, вы знаете, про мертвых либо хорошо, либо вообще. У него есть свои заклятые враги, есть поклонники. Ну, человек сделал большую карьеру в тех условиях, в которых ему пришлось жить. Я прочитал несколько его книг, написанных, кстати, на очень красивом литературном польском языке, где он излагает свои аргументы. Эти аргументы можно понять. Я их как политолог с историческим наклоном и как человек понимаю. Возможно, он делал все хорошо, прежде всего, для себя. И, во-вторых, для той Польши, которая тогда существовала. Возможно, по-другому вести себя было невозможно. А вот в том, что касается Олега Валенси, то он сам уничтожает свою легенду. Он делает и высказывает вещи, которые ставят его в очень неприятном свете. То есть появляются сомнения, понимает ли он сам вообще, что он сейчас говорит. Вот если бы он сидел дома и ограничивался, скажем, ритуальными высказываниями на какие-то общие отдаленные темы, думаю, он продолжал бы быть для большинства поляков героем. Но поскольку он пытается всячески и вопреки собственным возможностям вернуться в активную политику и стать кем-то больше, чем легендой, он уничтожает в том числе и хорошую память о себе. И это плохо, потому что любая страна, любой народ нуждается в героях. Очень печально, что Валенси сам уничтожает свою легенду. А маршал Константин Рокоссовский, который после окончания войны как раз польские корни, он был министром обороны Польши, вот это такая трагическая для него история, Польша его не приняла. Вот отношение к Рокоссовскому, учитывая, что сейчас происходит в Европе, мы знаем историю с маршалом Коневым и памятником маршалу Коневу в Чехии. И вот отношение к Рокоссовскому, вспоминают ли его и вообще, насколько это значимая для Польши фигура сегодня? Для моего поколения это очень интересная фигура, это человек, у которого, как мы знаем, трагическая судьба, отражающая те времена, в которых ему пришлось жить. Ведь он в маршал и пошел практически прямо из концлагеря, где его чуть ли не уничтожили физически. Да, его на расстрел выводили. Вот, поэтому человек прошел через разное. И вот если бы история повернула в другую сторону, он был бы такой хорошей, объединяющей Польшу и Россию фигурой. Но поскольку политика имеет свои правила и в рамках той геополитической ситуации, в которой мы живем, Польша и Россия остаются конкурентами, Рокоссовского и Пророкоссовского в Польше либо забывают, то есть в учебниках истории его нет, и в публичном пространстве и в дискуссиях его нет, либо показывают как предателя и представителя оккупационного режима, с чем я лично не до конца согласен. Но общая линия государственной истории такова, что человек представлял советские интересы и действовал на уничтожение, значит, настоящих представителей польского народа и польских национальных интересов. Опять-таки, нужно это объективно сказать, совершенно этот нарратив продолжается совершенно без понимания того контекста, в который поставила страну и народ, вот та власть, которую наши политики сегодняшние считают представителями настоящей Польши. Я говорю, например, про лондонское правительство. Вот на практике Рокоссовский сделал для освобождения Польши гораздо больше, чем все генералы из Лондона. Но вот он предатель, а они герои. Вот такие у нас сейчас времена. Ну что ж, премиум-звонок еще у нас радиослушатель на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день, Александр. Да, задавайте коротко, пожалуйста, вопрос. Ну, коротко не получится. Ну, вам придется дать коротко. Ну, хорошо, ладно. Самый короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, господин Калиба, господин Черчилль сказал, что Польша – это гиена Европы. Как вы к этому относитесь? Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Закратко. Ох, ну вы знаете, гиена – это такое же божье существо, как все остальные зверюшки. Уберите гиену из экосистемы, вы получите катастрофу. Гиена выполняет очень важные и полезные функции. Так же, как и Польша в современной европейской политической системе. Если вы уберете Польшу и все остальные страны этого региона, то есть опять соедините Россию с Германией, то рано или поздно возникнет война, как она возникала каждый раз, когда образовывалась российско-немецкая граница в Европе. Это совершенно точно. То есть все эти центральноевропейские гены, как вы сказали, они очень нужны для того, чтобы сохранить мир и безопасность. Как Черчилл, так и современные россияне имеют право оценивать Польшу по своим же критериям. Мы не должны на это обижаться, потому что мы смотрим на ситуацию со своей точки зрения, англичане со своей, русские со своей. Это естественно, что у нас разные критерии, потому что мы разные люди. Но та система, которую мы построили в Европе, с Польшей как с Трежневой страной, Центральной и Восточной Европы, она хорошая, она хорошо работает, она предохраняет весь регион и всю Европу от войны. Это многого стоит, и я не считаю, что эту систему целесообразно разрушать. Вы готовы согласиться с таким определением гиена? Или это оскорбительно все-таки для вас? Я говорю, что любой человек может говорить про меня и про мою страну, все, что хочет. Для меня самое главное, чем моя страна является для меня. Пока у меня нет предпосылок для того, чтобы ее назвать гиеной. Вопрос... Николай спрашивает вас в Фейсбуке, почему Польша так по-хамски вела себя в отношении граждан Балтийских государств, возвращавшихся к себе домой? Это в связи с пандемией? Да. Возвращаясь к актуальному, может быть, делая несколько шагов назад. Вы знаете, в такие моменты, к сожалению, как вы уже увидели по поведению Евросоюза, оказывается, что национальное государство, оно нам все-таки очень нужно. То есть, в моменты кризиса, в моменты беды, когда все плохо, все люди начинают заботиться, прежде всего, о себе, своей семье, своем народе и своей стране. Поэтому в моменты кризиса не ждите, пожалуйста, от других, что они будут спасать сначала вас, а потом себя. Это как в самолете. Наложите маску сначала себе, потом ребенку. Когда у нас будет все хорошо, мы будем заботиться и о гражданах балтийских государств, и о всех остальных. Но когда нам надо спасать себя, то мы будем вести себя, как любой нормальный человек. Сначала будем спасать себя, потом уже думать о других. Насколько вообще в Польше присутствуют такие, может быть, имперские амбиции? Потому что в одном из последних своих интервью вы говорили о том, что Польша при определенных условиях может, как вы сказали, хапнуть Беларусь. Что это значит? Что вы имели в виду? Это значит, что я рассматриваю международную систему с точки зрения теории наступательного реализма. Это такая теория, которая довольно хорошо, на мой взгляд, объясняет логику международных отношений, которая очень редко ошибается. И согласно этой теории, любое государство, оно ищет возможности укрепить себя, обеспечить собственную безопасность и что оно это делает всегда за счет других. То есть, возможно, теоретически представить себе условия, когда Польша будет укреплять самую себя, приобретать силу за счет своих восточных соседей, в том числе Украины и Беларусь. Но в этом же моем интервью сказано, что на сегодняшний день это, во-первых, невозможно, во-вторых, не нужно. И что как раз попытка изменить баланс в свою пользу на Украине показывает, что это контропродуктивно. То есть, вот то, что случилось на Украине после 2014 года, создало больше проблем, чем их решило. Поэтому на сегодняшний день, будьте спокойны, Беларусь, никто, и уж точно не польская власть, трогать не будет. Нам в Восточной Европе нужна прежде всего стабильность. Ну, вот вопрос от Дианы, который она вам задает. Как вы можете объяснить то, что Ярославу Кочинскому удается получать поддержку населения, хотя понятно, что если бы он шел на выборы сам, а не Дуда, то, вероятнее всего, не прошел бы. Связан ли проигрыш Комаровского и платформы с тем, что он расслабился и ничего не предлагал нового, и люди устали и голосовали от противного? Вот такой комментарий от Дианы. И вопрос. Ну, Диана, анализ Дианы безупречный, именно так и было. Власть Комаровского и пост Тусковского правительства заключалась в том, чтобы просто быть, и, как они говорили, у них проиграть не с кем. Вот они ошиблись. Власть всегда должна искать реальную поддержку. Вот они поверили в собственную пропаганду, они посчитали, что можно сидеть, ничего не делать, и все будет продолжаться вечно, потому что их противники отвратительны. Ну, возможно, отвратительны по многим, в том числе, эстетическим параметрам, но, тем не менее, государство-то нужно для чего-то. Вот сейчас, во время кризиса, мы хорошо видим, что есть моменты, когда государство действительно нужно. Вот каждый день, когда мы там платим налоги, считаемся с разными ограничениями, должны там содержать парламент, правительство, чиновников и так далее, мы думаем о том, что государство-то и не особо нужно. А вот есть ситуации, в которых она действительно незаменима. Комаровский и правительство в то время, они об этом забыли. И поэтому власть получил Качинский, который, да, в том числе и с помощью своих аватаров управляет управляет ситуацией таким образом, чтобы оставаться у власти, это нормально, естественно, для любого политика. Если бы я стал политиком, я бы тоже делал все, чтобы удержаться у власти. Но свои собственные амбиции нужно как-то сочетать с потребностями людей. Вот нам не нужны вожди, нам нужны хорошие, эффективные менеджеры. Вы сказали о том, что государство Польши заботится в первую очередь о своих гражданах. Но вот на фоне всей пандемии Сейм Польши, как мы знаем, в первом чтении уже одобрил ужесточение закона об абортах. И, как известно, польский закон об абортах, он является одним из самых строгих во всей Европе. Как так сложилось, что в Польше фактически женщина не может сделать аборт по своему собственному желанию? Пока существует так называемый абортный компромисс, то есть закон принятый в 90-е, который разрешает аборт в трех ситуациях. То есть, когда переменность является наследством насилия, когда есть опасность для здоровья матери и когда значит ребенок тяжело больной. Кроме этих трех случаев нельзя делать аборт. Это связано с культурными прежде всего и морально-этическими причинами, а также важной, в том числе политической, ролью католической церкви. То есть, аборт по собственному желанию считается чем-то очень плохим с моральной точки зрения. Ну, фактически, и с этим я лично согласен убивать человека, маленький он или большой, это плохо. Лучше этого человека рожать, потом кому-то отдать или просто бросить. У нас есть такие окна жизни, где можно оставить ребенка. Чем убить его? Вот я бы не хотел независимо от любой теоретической ситуации, чтобы меня кто-то убил, когда я был в животе у мамы. И любому другому ребенку этого не желаю. Я думаю, что есть другие меры, как до беременности, так и после родов, чтобы с этой ситуацией справиться. Аборт самый плохой, в том числе психологический для матери плохой выход из этой ситуации. Вот в данном случае, это как мое личное убеждение, так и большинство поляков, вот и большинство проголосовало за таких депутатов, которые поддерживают, придерживаются вот именно такой точки зрения. Это дело принципа. Но если те, кто выходит на протест, мы видим, что, по крайней мере, что сообщают СМИ, даже в период пандемии выходили на протесты и говорили, по крайней мере, женщины стояли с табличками боритесь с пандемией, а не с женщинами. Вот все равно есть недовольные этим решением, так или иначе как реагируют власти на это? Есть недовольные, как и в любой стране, есть недовольные всем. Но в демократии правит большинство. Большинство у нас за жесткие антиабортные правила. Когда у тех женщин, которые выходили, будет демократическое большинство, а они имеют право продвигать свое мнение, они имеют право высказываться, они имеют право убеждать других, что они правы, вот когда у них будет демократическое большинство, они себе примут любые законы, в том числе и самые либеральные. Пока такого большинства в стране нет. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Владимир, меня зовут. Господин Карейба, вот вы сказали, она тиражируется, эта фраза, эта мысль во многих странах, что вот если бы освободила Красная Армия после Второй мировой войны и ушла, то это было прекрасно. И вот это повторяется во многих странах. У нас в Латвии это один из главных трендов существования. Но не кажется ли вам, что это просто абсолютная глупость? Вот, во-первых, сослагательного наклонения быть не может, во-вторых, не так часто в истории освобождали, значит, какие-то страны, в войнах побеждали, гибли люди тысячами, сотнями тысяч, и потом уходили. И самое главное, вот у вас в моноэтническом государстве это просто как воспоминание о том, что было что-то неправильно. Значит, если бы Гитлер победил, Польша бы, наверное, вообще бы не было. А у нас в Латвии на это списывается все, что происходит. То есть, вот любая глупость в течение 30 лет... Вопрос задавайте, Владимир, потому что времени мало. Если вы заметили, господин ведущий, я уже задал вопрос... Спасибо вам, да, мы вас поняли. Да, господин Кариба. Владимир, я совершенно согласен с вашей логикой. Но нужно понимать контекст. Ведь Россия требует от нас того, чтобы мы постоянно говорили спасибо за то, что Россия у нас делала. Вот за освобождение мы спасибо можем сказать, а за все остальное нет. Нельзя воспринимать историю в таком черно-белом ключе. Потому что было и плохое, и хорошее. И за хорошее мы говорим спасибо, но за плохое не скажем, никогда. И поэтому я сторонник того, чтобы исторические темы вообще вывести из политической повестки дня как в польско-российских, так и в российско-латфийских отношениях. Это неконструктивно, потому что общей точки зрения на эти вещи у нас не будет никогда. Поэтому лучше об этом не разговаривать, потому что мы можем... Если я ссорю с другими историками или политологами, это одна вещь, когда это переносится на политический уровень, то, как вы сказали, это абсурд. А общей точки зрения никогда не будет, поэтому нереалистично, что Россия требует от нас смотреть на историю через российские очки. У нас своя польская точка зрения, и другой у нас никогда не будет, поэтому разговаривать про все эти вещи политикам абсолютно беспродуктивно. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Якуб Карейба, польский политолог, был с нами на прямой связи из Польши. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.